Всем привет, это всё ещё живой Рафинат Саунд. Как вы видите, всё у нас в порядке, я снова переехал, и это не последний раз. Но на новом месте у меня ещё всё вот это вот оформление не закончилось, поэтому не обращайте внимания на некоторые недочёты. Короче, сегодня мы поговорим о такой теме, как использование пресетов. Вредно вообще это? Правильно ли это? Или нужно руками, собственно, звук крутить? Давайте, значит, поговорим. Существует множество вообще вариантов получения желаемого звука. Соответственно, один из них — это самый простой, использование пресетов готовых уже. Второй, допустим, люди докачивают где-то, ищут дополнительные какие-то пресеты, и считают, что вот именно вот этот подход, он уже более творческий, как бы не то, что ширпотреб использовать, а где-то я всё-таки что-то там нашёл и использую. Ну и третий тип людей, собственно, это люди, которые не приемлют никаким пресетам и крутят ручки самостоятельно, считая, что вот именно этот процесс единственный правильный, и это и есть творчество. Когда я периодически смотрю интервью со всякими битмейкерами, то невольно заглядываешь в комментарии и видишь некоторое разделение на два фронта. Это не всегда, конечно, но частенько. Одни говорят, что типа вот молодец мужик, потому что он использует только пресеты и не запаривается, поэтому у него такие хиты быстрые получаются. Либо кто-то наоборот хвалит других, типа вот этот вот чувак, он там 10 лет прожил, добиваясь одного собственного звучания, и у него всё это круто получается, и звук сразу узнаваемый. Вот хотелось бы понять, кто из них, чёрт возьми, всё-таки прав. Когда-то мы уже обсуждали вопрос довольно похожий, но только по поводу лупов. Можно ли типа использовать то, что до тебя кто-то сделал, и называть это своим, либо это плохо. Например, ты покупаешь у кого-то бит, залезаешь в мультитрек, меняешь там кик, например, на другой, и подкручиваешь бас немножечко. Можно ли это называть тем, что ты его сам написал? Естественно, нет. С другой стороны, ты где-нибудь находишь сэмпл баса, например, какой-нибудь рисунок, и вокруг него уже пишешь аранжировку, и, в общем-то, получается целостный трек. Можешь ли ты в таком случае сказать, что ты написал этот трек? Естественно, да. Раньше мне тоже казалось, что использовать лупы, сэмплы и пресеты, это что-то постыдное, потому что это же всё для тебя уже, до тебя кто-то подготовил, эти сэмплы кто-то до тебя уже написал, соответственно, пресеты тоже кто-то уже накрутил, такое, что в чём уже твоё творчество, получается, заключается, получается, заключается. Это какой-то конструктор уже выходит. Но, однако, время не стоит на месте, и тенденции меняются. В трендах тоже музыка меняется, и вообще всё вокруг меняется, поэтому и подходы к написанию музыки тоже меняются. Соответственно, у людей появляется больше возможностей сделать что-то крутое за гораздо меньшее время. Посмотрите, например, какие треки сейчас в топе. Может быть, это не очень хороший пример, но всё-таки. Вряд ли ребята, которые писали все эти треки, они бессонные ночи проводили за тем, как и симптизировали эти звуки, и как записывали лупы в студиях по 10 часов. Кому вообще нахрен это сейчас нужно? Ну, допустим, есть ребята, которые просто любят покрутить ручки, которым нравится вникнуть вообще во всё это дело, которым нравится создавать собственные звуки какие-то, естественно, пусть даже кто-то за них это уже сделал давно. Но всё-таки это интересно. То есть люди собирают машины у себя во дворе, это тоже интересно, хотя есть автозаводы. Есть те же самые звукоинженеры, допустим, которые занимаются тем, что создают нам эти пресеты, которые также любят крутить ручки, ну и так далее. Но зачем мне вот тратить собственное время на то, чтобы что-то там накручивать? Даже пусть я хочу либо кому-то написать песню, либо себе я хочу писать песню. Чем больше времени я трачу на какие-то мелочи, тем больше я упускаю. Соответственно, мне это вообще нафиг не надо. Вообще, мне кажется, отказ от использования пресетов в 2020 году, это, мне кажется, какое-то задротство. Уж извините, никого не хочу обидеть, ни в коем случае. Но это, конечно, касается тех людей, которые всё ещё преследуют цель писать музыку современную, пусть даже не модную, потому что это всё-таки разница-то есть. Если уж у вас там какая-нибудь музыка дико авангардная, экспериментальная и всё вот это вот, то, конечно, тоже никаких вопросов. Пожалуйста, крутите. Вообще, в принципе, никому никаких вопросов нет. Ну, вот, допустим, ещё один пример. Захотелось мне жареной картошки. У меня есть три пути. Например, я могу пойти в ресторан и пожрать там картохи прямо сейчас. И это будет самый быстрый способ. Либо ещё один способ. Я могу пойти в магазин, купить там картошки, потом принести её домой, помыть, пожарить. Вот. Либо есть ещё один самый-самый большой и длинный способ. Это купить там какую-нибудь рассаду, пойти в огород, прокопать там это всё, посадить, подождать пару месяцев, она потом вырастет, её надо будет отмыть, высушить там, что там с ней ещё делают. Я вообще никогда картошкой не занимался, кстати. В итоге ты получаешь вот эти вот три примера с одинаковым концом, но только один за 10 минут это сделал, второй там, допустим, за пару часов, а третий два месяца ждал, чтобы просто картошки пожрать. Да кому она надо нахрен? Ладно, мы уже в картошку полезли. Давайте, пожалуй, вообще подведём итоги, потому что рассуждать-то можно бесконечно. Во-первых, прежде всего, конечно, только вам выбирать, каким путём достигать нужного результата, как писать музыку, какие инструменты для этого использовать. Независимо от того, кто что там говорит, в том числе и блогеры. Во-вторых, прогресс не стоит на месте, время не стоит на месте, инструментов появляется гораздо больше, чем раньше, и поэтому нужно использовать всё, что тебе сейчас доступно, чтобы было удобно, красиво, и ты получишь всё, что хочешь. В-третьих, умение настроить себе звук и... В-третьих, конечно же, умение настроить себе звук правильно, и вообще знание того, как звук этот появляется, оно не будет лишним, и, естественно, будет даже полезным. Но сейчас время такое, что не нужно быть звукоинженером и профессиональным музыкантом с кучей образований, чтобы писать хорошую музыку. Кроме того, если вы действительно углубитесь в музыку прямо вот совсем глубоко и начнёте профессионально этим заниматься, то вы обязательно рано или поздно услышите от кого-нибудь, что вот, типа, а вот тот вот битмейкер делает по-другому, а вот этот вот музыкант крутит совсем другие ручки, это абсолютно совсем не значит, что вы должны прямо вот всё бросить и делать так же, как они, потому что, типа, у них хорошо это получается. Абсолютно нет. Каждый вырабатывает себе свои какие-то правила, как ему удобно, так он и работает. Поэтому нахер вообще всех, никого не слушайте, делайте так, как вам удобно. Ну и последний совет, или это пожелание, может быть, делайте хорошую, качественную музыку. Если вы будете над этим работать действительно серьёзно, то у вас всё обязательно получится. Спасибо, что смотрели это видео. Скоро будут выходить новые, поскольку я переехал, времени появилось, наконец, побольше. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, также Инстаграм и вот эти вот все ссылочки там не забывайте. Всем пока! Гениально! Субтитры сделал DimaTorzok